Более третьей месячной нормы осадков за несколько дней, а затем от нулевой температуры к сильным морозам. Именно такой сюрприз готовит жителям Самары погода. Это грозит подтаявшим снегом, который может застыть и превратиться в настоящий каток. Мобилизовать все силы, чтобы этого не допустить. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина на еженедельном рабочем совещании в администрации Самары. В первую очередь задача касается руководителей профильных департаментов, глав районов, директоров муниципальных предприятий и подрядных организаций. Главное городских районов к вам обращаюсь. У нас такой достаточно резкий переход с плюсовых температур на минусовые. Сами понимаете, чем нам это грозит. Тротуары в обязательном порядке, чтобы не были скользкие. Все наши дороги, где ходит общественный транспорт, тоже на особый контроль. Для того, чтобы не допустить гололедицы, в Самаре в этот зимний сезон уже израсходовали более 4000 тонн противогололедных материалов. Вывезено почти 30 тысяч тонн снега, а с подтопляемых территорий откачано более 1600 кубометров воды. Ночью с последствиями снегопада боролись 147 рабочих и почти 200 единиц техники. Основные силы выходят в дневную смену. На сегодняшний день по уборке города запланировано 266 единиц техники, 3363 дворника. Основное направление на сегодняшний день – это за день, пока еще минусовая температура не наступила, провести максимально работы по очистке тротуаров от наледи и воды, а также провести обработку. Отдельное внимание уделили работе управляющих компаний. Комиссии внутригородских районов регулярно выходят на проверку уборки вверенных им территорий. Если организации плохо справляются со своей работой, то им выносят предостережения. В случае, если замечания не устраняются, предостережения направляются в надзорные органы. Только в железнодорожном районе с начала снегопадов было составлено 44 таких документа. Большая часть замечаний отработана. От тех компаний, которые совсем бездействуют жителей, вправе отказаться и запустить процедуру смены, как, например, поступили жители в Красноглинском районе. На время процесса их дворы не оставят без внимания. До 1 января от данной управляющей компании жильцы планируют уйти в другие управляющие компании. Сейчас, чтобы дома были не брошены, другая управляющая компания с сопряженными домами помогает очищать. Но это после того, как очистить свои дома. Кроме того, на совещании обсудили и реализацию национальных проектов на территории города. Всего Самара участвует в реализации 48 показателей и 10 национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным и направленных на улучшение качества жизни россиян. По 30 показателям уже есть выполнение на 100%. Остальные находятся в стадии завершения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.